Здесь, наверное, я в классе в первом или втором. Позрослев, стали ходить сюда на танцы. Людмила с парком Изумрудный связана с самого рождения, еще с 60-х годов. Рассказывают, здесь был и лагерь, и летний кинотеатр, а потом период угасания. В какой-то момент остановились аттракционы, парк опустел, ушла целая эпоха. Несколько лет назад, ностальгируя, пришла сюда в парк и, конечно, ушла отсюда с тяжелым сердцем, увидев, что запустение было полнейшим. И поэтому, когда в новостях обратились с призывом принять участие в возрождении парка, знаете, я даже не раздумывала, я взяла лопату в руки, ведро и приехала сюда. И, вы знаете, я была удивлена, очень много было народу. На каждый субботник приходило более ста человек. В итоге общественники высадили полторы тысячи кустарников, согласно дендроплану. Восстанавливать облысевшую землю парка придется еще долго. В 17-м году в Изумрудном поработали лесорубы. История закончилась уголовным делом. Когда в этом году парк начали возрождать, здесь выкорчевали более 600 пней. Вряд ли эти деревья были все ветхие и подлежали сносу. Возможно, это было подготовлено место для застройки. Только в этом году высадили более 250 деревьев. В следующем планируют еще полтысячи. Некоторые из них проживут 500 лет. Мы не нарадуемся. Здесь живем, в этом районе. И думаем, ну надо же, как все красиво сделали. Еще вот это будут огни здесь еще. А вы часто ходите вообще? Да. Я все время хожу. У меня тут коленка болела. Так я сейчас немножечко... А то я четыре круга, а сейчас два. Мне 93 года. А это своего рода прогресс для краевой столицы. Впервые в Барнауле появилась асфальтовая дорожка для прогулок с колясками, еще одна полоса для велосипедистов и третья для пробежек. Длина покрытия около двух километров по периметру всего парка. Здесь был, да, старый асфальт, она была узкая дорожка, и она была в очень ужасном состоянии, когда мы пришли здесь работать. То есть даже идти невозможно было, не говоря уже о том, чтобы бежать или ехать на велосипеде, а уж тем более идти с колясками. Сейчас очень важный момент – финансирование. На восстановление парка требуется очень много денег. То же восстановление пруда – это несколько десятков миллионов, и восстановить его, возможно, только по какой-то программе. Для этого надо участвовать во всех программах с тем, чтобы финансирование было. Очень много надо будет сил, конечно, вложить. Ни город, ни край с нашими бюджетами в полном объеме не вытянут. В следующем году в Изумрудном планируют восстановить газон, провести отсыпку дорожек, предстоит работа с освещением и, конечно, необходимо восстановить пруд. Полной перезагрузки парка Людмила ждет с нетерпением. Если когда-то она сама приходила сюда еще девочкой, то по-новому Изумрудному будет гулять уже со своей внучкой. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.